Итак, Encounter, тема первая, грехопадение человека. Перед тем, как обратиться к вам, я просто прошу Духа Святого, прямо сейчас коснуться вас. Мир сойди. Папочка, просто сейчас слизь свою благодать и пусть вся эта информация войдет внутрь. Я не знаю как, я не знаю почему, но я себе святой писать не буду. Ты действуй, просто ты. На вопрос, где я, что я, как я, да, отвечают религии и очень хорошо отвечают. Все мы родились греховной нашей натуре, все мы такие падшие, все мы такие нечистые, все мы такие странные. И это все нам передалось от пра-пра-пра-пра дедушки Адама, который сам упал и сам попал. Вот давайте разберем, что вообще случилось, что и как было, и что значит грех сам по себе. Смотрите, сотворил Бог все. Я не буду касаться, да, бытие, там, голова третья вроде. Да. Не в этом прикол. Многие говорят и говорили о грехопадении. Многие говорили, что там открывают, да, вопросы насчет личности плоти, да, насчет того, кто сказал, как это все произошло. Ну, давайте посмотрим это, просто вот так, вот так почитал историю и просто вот так, вот так рассмотрел со стороны. Я не Адам, я не змей, я просто сторонний наблюдатель этого всего спектакля, который произошел там эн тысяч лет назад, как считают евреи, там, почти шесть тысяч. Адам, да, был сотворен просто ребеночком, просто был чистым, просто радостным, просто бегал, просто радовался, просто называл животных, просто ходил и просто кружился вот так, как в детском садике. Ну, Адам не занимался, он грядки не копал, Адам не дергался, да, по этому поводу, там, поливал, потому что водички не было, он еще что-то делал, нет. Адам пришел радостный и что-то себе придумал, такое поле красненькое-красненькое. Он сказал, вот тут будет вот такая штука, которую я себе придумал, назовем это маки. И тут опаньки, и выросли маки. И все поле красненькое-красненькое-красненькое, какая разница, сразу выросли, на утро выросли, сколько это дней заняло. Кстати, нигде не пишет. Наше летоисчисление начинается от того места, как Адам упал. Но, пришла смерть, и тогда начинаются годички, и сезоны, и так далее. До этого никто не знает, сколько лет это прошло. Это может быть один день, это может быть сразу, да, на следующее утро выросло. Вот, а может быть, там, какая разница, Адам сказал и пошел дальше играться. Пошел дальше синенькие там цветочки, пошел дальше там какие-то гладиволосики, да, наслаждать. Пошел дальше делать. А потом папочка приводит что-то такое к Адаму. Ну, он почувствовал, вау, класс, оно такое красивое, вот такое будет, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. И ты будешь бегать, ты будешь убегать. И вот твоя задача будет быстро-быстро бегать и путь от следы. И вот это он назвал зайцем. Приходит, да, папочка, приводит еще что-то. Вау, прикольно. А давай еще такие вот лапки, давай так, давай так, давай такие зубки. Вот ты серенький и будешь этих зайчиков, да, настигать. И ты будешь за ними охотиться. А вот ты вот такой, вот такой красавец будешь царем. А вот ты будешь летать. И ты будешь падаль собирать. А ты будешь еще что-то. Написано, да? Бог, смотрите на эту нормальную натуру Адама, природу, по которой он был создан. Бог, который просто дал ему во владение все. Бог, который просто ему, вот так, играйся, сынок. Комната полная игрушек. Что хочешь, там и делай. Строй железные дороги, строй, не знаю, автозаправки, строй все. Ну, давай начнем с деревьев, давай начнем с зверушек, давай начнем с счетчета. Населяй землю. И он приводит, да? И дает. И наблюдает. Представьте себе мозги этого Адама, который лично наполнял и творил флору и фауну земли. Некоторые вещи папа уже сделал и показал сыночку. И это сказано, да, земля произросла, растения какие-то, еще что-то, еще что-то. В Эдемском саду, там делался Адам. Он творил. И всех тварей творил Адам. Мозги Адама, которые смогли просто охватить гармонию и кругооборот всей, всей, всей земли. Все законы природы, все выживания, которые до сих пор действуют. Мало-помалу. Мы там что-то влезли, некоторые там на грани вымирания, некоторые там до сих пор развиваются. И Дарвин даже в чем-то прав, потому что до сих пор что-то как-то, как-то действует. И оно началось действовать с Адама. И действенным лицом и творчество проявилось вот в этом всем именно Адаму. Вот этим он и занимался. Вот это была его задача творить. Какие это мозги реально нужно иметь? Как нужно вот так все просчитать? Какую математику, физику, астрономию, не знаю, законы, да? Все, все, чтобы это все работало. А папочка смотрел рядом и наблюдал. Говорит, класс. Будет зайчик, будет волк. Будет зима и будет лето. И будет все круто на этой планете. И потом Адаму скучно стало. Я не об этом. И вот этот маленький творец делал, жил, радовался. Адам, который... Я буду прямо говорить, я буду прямо говорить вещи, которые, да, папа мне показывал, когда я еще был в католической церкви. Когда еще эти откровения мне сшибали мозги, и по ходу учений, а там, что за семь дней Бог все сделал, все случилось, и вот так вот, все, и там сразу Адам упал. И вот папа мне в видениях вот такие вещи показывает, честно, ну, просто рвало мозг. Это было еще тогда, и это не изменилось. Это я сейчас просто говорю. Я говорю, что этот же Адам, который, для него не было законов, для него не было никаких приспятствий ни в чем. Он творил, это значит, он творил. Он радовался, это значит, он радовался. Это Адам, который подходит, ему не нужно было ни грядки возделывать, ни поливать, ни взращивать. Земля, по приказу Адама, взращивала. По слову Адама, все случалось. Вырастали и деревья, и сады, и животные. Обретали свою форму, свое подобие здесь, на земле, и свои функции. И вот этот Адам, который подходил к дереву, вот так просто подошел, посмотрел, протянул руку, и тут Афрукт просто упал ему в руку. Просто опустился. Или, если ему не лень, просто поднялся, так взлетел, сорвал, скушал, улыбнулся, исчез. Потом появился в другом уголке сада. Где-то там еще что-то сделал. Опять где-то тут перенесся, перелетел. Подремал, полежал на травке. И опять, и жил без заботы, абсолютно без заботы, детской радостной жизнью. В комнате, полной игрушек, конструкторов, всего остального. И он просто игрался. Не знаю, сколько времени он игрался, но игрался. И вот эта природа, которая абсолютно открытая, абсолютно детская, абсолютно доверчивая, у него была. Вот этот Адам, который, в принципе, он даже сам не понимал, кто он на самом-то деле. Он просто был, он просто существовал, он просто жил. Ему, в принципе, без разницы каких-то теологических там споров. У него не было каких-то разногласий. Он просто возрастал в любви. И все, что он имел, это любовь папы. Какие-то моменты, какие-то запреты. Ну, послушайте внимательно. Что запрет? Какой запрет? Нельзя? Хорошо. Я своему сыну тоже буду говорить нельзя. И подумать трезво, да, стоит ли знать маленькой девочке, там, ну, 5 лет, да, что есть такие подворотни, что есть такие маньяки, которые ловят маленьких девочек и их жестко насилуют и убивают. Скажите, пожалуйста, нужно ли это маленькой девочке все в деталях знать, а тем более прочувствовать на своей шкуре, что значит быть изнасилованной? Мы все говорим о познании добра и зла. Но вот эта сфера познания именно на своей шкуре, прочувствовать все. Мы знаем даже в мире, что случается с такими детьми. Это травма на всю жизнь, это колесло, это моральный, неразвитый человек, это тот, кто замкнулся, и у кого эта рана всю жизнь болит. Она не исцеляется просто так. Она просто есть, и она просто внутри. И потом каждый мальчик потенциальный насильник. И каждый раз, общаясь с людьми, вот это в ней живет. И это диктует ее поведение. Это направляет ее способ мышления. Вот эта рана, эта травма девочки, ее просто ведет по жизни. Она как бы думает своими мозгами. Она как бы соображает, и у нее все логически. Но логически, в кавычках, потому что это все умножено, и это все преображено с угла, да, взгляд на это все, с угла травмы, с угла боли, с угла расчарования, с угла безвыходности. И потом папины объятья уже не такие родные. Потом папочка родной, который обнимает, а он тоже мужчина. Такой же мужчина, который недавно издевался на ней. Она не может уже открыться. Просто сама. Это не в ее силах уже, да, сорвать и снести это все. Это чистая душа. Вот душа изуродована. Душа несет в себе какую-то вещь, которая дальше влияет, и которая дальше направляет ее развитие. Помимо ее силы воли, потому что она даже направляет ее силу воли. Вернуться, вернуться у нее нет уже такого слова. Она забыла, что было до этого. Она не знает уже этой чистой любви. Потому что эта чистая любовь поддалась сомнению. Эта чистая любовь просто оплевана. И папа нормально говорит. Не надо ходить туда. Просто, просто. Папа мудрый. И вопрос доверия к папе, который сказал, не надо туда ходить, достаточно. Который не объясняет, что произойдет. Потому что этот детский ум еще не сможет вместить. И не надо ей вообще знать про маньяков. Пусть дальше любит своего папочку эта девочка. Пусть дальше возрастает в розовых бантиках, в любви и в комнате, наполненной куклами, домиками, жирафами и левиками. Пусть возрастает. И вопрос такой простой. Приходит дяденька к Ере. К чистенькой, хорошенькой. И начинает с ней беседу. Вопрос, знаете, мы в проблеме до сих пор. В проблеме. Такой, что мы до сих пор имеем вот эту драну. И мы до сих пор пытаемся быть богами. Мы до сих пор в своей жизни каждый пытается быть в какой-то сфере. Маленькой сфере. Но все равно Бог. Быть лучшим. Быть сильнее. Управлять. Быть властвовать. Быть реально выше. Быть реально вот этим Богом, который может иметь власть. Мы пытаемся быть этим. Мы пробуем и мы хочем. Это нас влечет. Как рана. Как травма. Как наша детская, с чем мы просто нам передали с этим ДНК. А если вы съедите, вы будете как боги. Не вопрос в божественности. Она уже была как бог, но просто она еще не понимала это. Она уже была образ и подобие папочки. И тут этот маньяк, эта тварь поставила вопрос. Но ты же не знаешь, что значит быть богом. Может, стоит захотеть, я тебя научу. А может, стоит захотеть стать все-таки богом и открыть какую-то тайну, которая, типа, любящий папа скрывает от вас. Ну и классно было бы. Да, и добрая, любящая девочка пошла за голосом. Она съела. Не в том вопросе. Не в грехе, не в плоде познания добра и зла, а в желании. Вопрос стоит в желании. Зачем вам съеден этот плод? Почему? Для чего? Это было, чтобы встать. процесс очень простой. На самом-то деле. Что произошло тогда, где-то так. Кто-то услышал, кто-то внял, потом вкусил, распробовал, потом что-то родилось, потом что-то открылось, а потом кто-то что-то выбрал. Вот это процесс, который произошел с Адамом Сьявой. Они были чистые. Они были духи. Они были совсем другие, как мы. По его слову, все происходило. Тогда и с ним все происходило моментально. Адам Сьява открыли за глаза. Что-то внутри вошло. Не вопроса греха. Просто не вопрос, что мы сделали в этой жизни. Какая разница греха? Какая разница вообще, что ты сделал? Бог, который приходит к Адаму. Адам, где ты? Кто останавливал Бога? Яблоко съеденное, какой-то фрукт, остановил Бога? Адам, где ты? Адам, где ты? Иди сюда. Адам, любимый, Адам, иди сюда. Кто остановил? Кто? Что мешало Богу прийти тогда? Что мешало Христу просто прийти? грех? Нет. Никогда твой грех не мешает абсолютно никому и ничему Богу прийти. Какой бы ты ни был, это не вопрос греха, это не вопрос вообще съедения плода. Забудьте, пожалуйста, об этом абсолютно и навсегда. Познание добра и зла не мешает Богу прийти. Сколько бы ты не видел в своей жизни, какой бы ты хороший ни был, какой-то плохой ни был. Это все не мешает папе прийти. Ничего не мешает. Он просто приходит. Просто приходит. Но наше познание добра и зла открыло у нас что-то внутри, что заставило нас спрятаться. Наше познание добра и зла открыло в нас какую-то натуру, что сказала ты наг. И Бог говорит, кто? сказал какая-то живая субстанция, какая-то закваска просто влилась внутрь невидимая, неощутимая, которая развинулась и которая начала действовать. Смотрите, миг, небольшой период времени Адам, который лично называл всех зверушек вот здесь и Адам, который прячется от Папы вот здесь. Кто ему объяснил, что Папа страшный? Кто открыл ему Вам страшную тайну, что это святость это ааааа и это нужно бояться. Кстати, что в наших церквях практикуется? Это святость! Кто открыл глаза маленькому мальчику, что это святость? Перед этим нужно на колени. Это Бог. И вот это одна личность с одной стороны. И Бог обращается к этой личности. Адам, где ты? Адам, где ты? Адам, где ты? Но Богу отвечает уже не Адам. Смотрите. Какой вопрос. Я испугался, да? Я испугался. Он говорит уже из своего страха. Он говорит уже из своих реакций. Не из своих отношений с Папой, которые длились. Не знаю, сколько, но это были любовь. А из своих реакций. Из своего я, из своей личности я испугался. И я сделал вот так, вот так, вот так я убежал. А не ел ли ты плода? Где вы видите осуждение? Где вы видите в этом осуждение? И одна фраза, да? Папа простил. Одна фраза, которая имеет отношение к отношениям. Возвращает все назад. Одна фраза, просто одно действие, которое истекает вот из этих старых отношений. не было никаких действий новой личности, которые истекали бы из этих старых любовных и чистых отношений. Новая личность Папе своему сказала в глаза это жена, которую ты мне дал. Новая личность своим действием, своим волевым действием обвинила Папу во всем. Новая личность лично своими руками прочертила межу. Вот это ты действуешь, а вот это я действую. новая личность сказала я ничего общего с тобой не имею. Она показала, что не имеет и она лично отреклась. Вот что сделал Адам. И это не грех убил его. Это не грех. Никакое дерево тут ни при чем. Адам не было уже этого сыночка, который любил своего Папу. Не было. Это действовало абсолютно новой личности. Как его зовут? Пусть будет Адам. Хорошо. И вот эта новая личность, вот от этой новой личности произошел весь наш человеческий род. Дальше смотрите. Я так отвлекусь чуть-чуть. Реакцию Бога, который любит и любовь которого неизменна. Говорит, хорошо, сынок, хорошо, я тебя уважаю и я тебя люблю. Ты сам это сделал. Ты сам принял вот этот выбор. А теперь посмотри, я тебе расскажу, что с тобой будет в этом твоем выборе. В своих трудах ты будешь землю обрабатывать. И своими трудами, своим потом будешь зарабатывать себе на хлеб и на жизнь. Ты женщина, ты выбрала это за своим мужем. Ты будешь в болях рожать. Ты будешь чувствовать влечение и ты будешь да, твой муж будет владычествовать над этим. Где вы видите проклятие? Бог не проклят нам. Проклят был зверь. Проклят проклятие пошло на змея, который проклят до сих пор. Бог проклял Адама? Нет. Бог благословил Адама. Потому что в этой жизни, в которой он сам лично выбрал, ему нужно работать, чтобы не сойти с ума. Ему нужно просто пахать, чтобы нации и поколения хоть могли выживать, чтобы не извратилось полностью рот человеческий и не сошел. Чтобы эту личность плохую, чтобы не было времени думать вот этими извращенными мозгами, чтобы нужно было чем-то заниматься, какой-то суетой, чтобы хоть немножечко ты мог существовать. Женщине просто немножечко почувствовать боли при рождении, чтобы умереть хоть немножко для себя и чтобы она смогла дать любовь этому маленькому. чтобы он мог выжить хотя бы, чтобы произвелся этот материнский инстинкт через боль, чтобы она не ушла вообще в разнос, а была зависима от мужа. Это благословение этому роду, который дальше произойдет. Из этого благословения я родился, и мы все до сих пор населяем и до сих пор еще живы. Вот что нам папа сделал, какой подарок подарил. Эта суета до сих пор нас благословляет. Мы имеем пищу, мы имеем жаротву, мы имеем дом, мы имеем хоть какое-то удовольствие от семьи, какую-то радость в этом доме. Если не в мире, то хоть в доме, хоть чуть-чуть, хоть маленький прообраз того, чтобы не сойти вообще с ума. чтобы хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть еще осталось чего-то, хоть чуть-чуть чистой совести, хоть чуть-чуть каких-то принципов, хоть каких-то. И то в этом мы уже доходим до извращения. Был проклят змей. Был проклят четко, беспороворотно. Если папа проклял, это точка. И на этой твари стоит точка. Но я сейчас говорю о грехе. Смотрите. Я еще раз говорю. Процесс такой. Услышал. в нем вкусил что-то родилось, открылось. И потом это новая личность. И новое откровение повело тебя. Новое откровение повлияло на твой выбор. И вот твой выбор это твой. Дьявола там близко не было. Ничего демоничного оккультного не знаю бесовского там близко не было. Ты сам лично выбрал на своем откровении которое базировалось на твоем фокусе. Твое личное это твое тебе открылось твое откровение за которым ты пошел вперед. А теперь процесс пришел Иисус который что принес закваску Он принес искупление не просто выкупил всех и все и просто прими и живи счастливо давай смотреть с точки зрения вот этого что случилось там пришел Иисус и говорит ты прощен я даю тебе дух ты прощен полностью покрыт полностью восстановлен полностью отсоединен это закласс если ты это принимаешь это просто в тебя входит и получается тот же самый процесс вот эта личность которая ходит которая смотрит на телок которая любит жизнь вот это все в этой жизни которая уже набухался накурился накололся побыл в оккультизме где угодно какая разница хороший он плохой вот эта рана его движет эта личность сформирована личность сформирована на вот этих на вот этой сути испорченной и вот это все кто ты есть сейчас выстроилось на фундаменте приходит иисус иисус чувак прими прими дух и начинается тот же самый процесс слушайте мы услышали своими глазами своими ушами я люблю да мы своими глазами услышали мы вняли да мы услышали откровение мы услышали радостную весть ты чист мы вняли чуть-чуть этому да наша душа хоть чуть-чуть ответила на это на эту новость на вот эту любовь далее мы вкусили алло тот же самый процесс мы вкусили мы распробовали что это за закваска такая что значит мир радость и праведность что значит царство что значит я чистый перед папой что значит любовь божья что значит привкосновение и общение отца с сыном мы просто вкусили это этой же старой душой аминь мы это вкусили у нас что-то начало 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 и мы опять начали ем ем вкушаем 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 и вкушаем на основании того что мы вкусили у нас родилось дальше нам открывается что-то мы получаем откровение и введение так все что угодно нам открылось ах вот как вот что пришел принести Иисус вот что вот что значит потом я сам выбираю я делаю выбор я лично выбираю идти за папой я лично выбираю положить свою жизнь на престол на жертвенника и пусть горит я лично выбираю сам я как такой мне не нужно какой-то кайф мне не нужно какой-то там радости мне не нужны эмоции я сам на основании логики уже моей что Иисус круче сатаны и если я приду к Иисусу сатана мне ничего не сделает и я выбираю Иисуса и потом последний я иду и я действую соответственно своего выбора как вы думаете какой процесс что случается случается очень простое мы рождаемся и в нас начинает проистекать и действовать абсолютно новая личность опять созданная по образу и по подобию Божьей личность которая ведет Дух Святой и учит Дух Святой личность которая противится греку которая ненавидит грех и которая любит у нее в природе любить это личность с новыми инстинктами эта личность уже не обвиняет папу она стирает вот эту межу между мной и папой она перешагивает эту межу и в этой личности уже нет разделения я Бог и человек эта личность это сын сын который просто родился от папы у которого все что есть это объятие любимого отца у которого все что есть это молоко из груди который просто у него открываются глаза он что-то начинает видеть он открывается уж и он что-то он еще сам не понимает вообще что до чего если в Адаме этот процесс мог произойти буквально раз и все это новая личность потому что духовный уровень который позволял этим всем процессам просто произвести вот такой так вшук и все то твой духовный уровень возможно не позволяет пока еще вот этой закваски так подождем пока вскиснет все тесно но слушай если ты продолжишь оно вскиснет и никуда не денется твоя новая личность не то чтобы заполнить тебя ты станешь ею ты просто родившись преобразишься ты начнешь слышать видеть чувствовать и это все ты мог раньше Бога чувствовать слышать видеть да но эта старая личность боялась папы и я о себе свидетельствую всю жизнь я в принципе слышал Бога Он приходил ко мне но моя личность боялась эта личность начинает возрастать в любви эта личность потом начинает понимать вот этот голос вот это да 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 а вот это мама вот это папа он еще не умеет общаться он на языках болтает он не умеет выразить себя но он уже научился слушать вот это папа а вот это мама а вот это ангел а это еще кто-то а вот это моя любимая служанка а вот это еще кто-то он уже он просто начинает вас расстать как как все маленькие дети как просто доверяя до безумия эта новая личность не знает правду или сказал Бог эта новая личность не знает что такое добро и зло эта новая личность не знает что такое грех вообще ей это не нужно знать у нее есть любовь и эта новая личность она просто плавно соединяется там. И это производится в теле внутри. Вот такой простой, да безумно простой процесс, который начался там, возле Адама, в Адаме, который завершается во мне. Потому что тот же процесс, но с точки зрения Папы. Как вы думаете, почему все точно так же? Почему дьявол не может изобрести ничего нового? Почему дьявол просто копирует, извращает? Потому что Адамец был заклан уже давно-давно. Потому что все уже было совершено. Потому что новая личность уже была готова во Христе. И это распространилось. Пришел Иисус в этот мир, который был человеком, который полностью прошел и прожил жизнь человека, который познал всю человечность. Он не познал грех, он познал человечность. И этот Дух Христа, который теперь дан нам, Он знает, что значит быть человеком. Он знает, что значит закваска Божья развивается внутри. Он знает, что значит возрастать как Сын. Он знает, вот этот Дух и в нас это тот же производит, стоя рядом, направляя нас и совокупляясь с нашим Духом. Я предлагаю просто перестать хромать на два колена. Потому что, если жив Бог, давайте идти за Ним. И если Его нет, поклоняйтесь к Нимуру. Я предлагаю сделать просто выбор. Вам ничего не стоит принять. Вам ничего не стоит начать этот процесс. Вкусить. Потому что, если вкусите, и вы прочувствуете вот это, у вас родится. Но если вам ничего не мешает, правда? Просто сказать, Своей личной воли, как сказал Адам. Смотрите, Адам сам. Понимаете? Нам, как личности, все, что нужно, сделать. Просто сказать, от сегодня, Папа, я убираю эту черту между тобой и мной. Папа, от сегодня ты мне не Бог. Ты мне Отец. Ты недалекий Бог. А ты родной Отец, который имеет право приходить. Который имеет право действовать. Который имеет право брать меня и открывать меня. Давайте начнем с маленького. Давайте это усилие воли. Это твое личное решение. Никто не влияет. Никакие эмоции. Забудь про все сейчас. Эмоции тебя поведут. Это ветер, это погода, которая меняется десять раз. Она зимой даже меняется от дня, день от дня. Даже не от сезона. Какие эмоции? Они поведут тебя в радость Божью и они так же в депрессию тебя загонят. Ааа, будто. Нет. Ты как личность что выбираешь? Ты как личность что решаешь? Кем ты будешь? Кто ты? Вот ты и без эмоций можешь решить. Можешь пойти на этот шаг. Можешь рискнуть. Поверь. Делали кто это раньше? Не делали это раньше до тебя? Это не важно. А вот ты рискнуй, потому что для тебя это будет новый опыт. Для тебя это будет новый, абсолютно новый шаг. И тебе не нужно пытаться какого-то другого опыта там что-то принимать, посмотреть со стороны. Извини, на семью со стороны не смотрят. Ты не сможешь понять, что значит жить с женой или с мужчиной, любить друг друга и жить долго и счастливо, вот так вот наблюдая со стороны. Это не сторонний наблюдатель. Ты можешь вкусить. Изучение тебе ничего не даст. Просто принять, просто вкусить не пойти. Водами мы все попали, а в Иисусе мы все рождаемся. Если из-за одного пали все, то тоже из-за одного родились все. Те, кто принимают, рождаются. те, кто принимают возвращают свою вот эту природу, причем не сами по себе, а их ведет Дух, который был человеком, который знает, что такое человечность, который и Дух нашего первосвященника, который вошел, который был между нами, который может сочувствовать. Вот этот Дух нас направляет. Я говорю довериться Иисусу, потому что Он прошел этот путь. Его рука тебя нежно поведет. Его мудрые наставления тебе просто помогут в твоем возрастании. И не надо туда вот этой билиберды не надо никаких поклонений по идее. Прими решение. И Иисус говорит, да, мы в мире, но мы не от этого мира. Почему? Почему мы уже не от этого мира? Что в нас такое есть, чего никто не видит и мир познать не может? Какая это загласка. что-то внутри, что действует. И мир это действительно понять, познать не может, как девочка не может. Все не может. А тут ждалось что-то чистое. Как понять? Как познать, если вчера это был Петя, Вася, Машенька? Если это была Юлечка? А сегодня она из мальчик, вчера это был маленький зашуханный мальчик, то сегодня это парень, который их мертвых воскрешает. Если вчера это был тот, кто курит, пьет, долбится и со всем двором, так сегодня он уже этот весь двор исцелил. сегодня он поднимает с колясок. Как ты познаешь? Как изменилась личность? Нету просто уже этой Юлечки, нету уже этого Васечки, нету новой личности внутри. И папа уже не говорит со старым. папа не благословляет старым. Папа не смотрит на старым. Потому что все наши благословения во Христе, все наши благословения в Царстве, это новая личность и есть Царство. Место, где Царствует Папа. Это новая личность, не от мира сего. Это новая личность, которая не просто призвана доминировать. Все, что входит в контакт этой личности, это зараза. Это то, что сделал Иисус. Он умер для того, чтобы жили многие. Чувак, ты тоже умираешь для того, чтобы что-то новое из тебя просто лилось и заражало других. И это просто твоя натура. быть собой. Рассказывать. Слушайте, мы не стесняемся рассказывать наше хобби. Мы не стесняемся рассказывать, чем мы увлечены. Фотография, искусство. Только затронь тему. Тебя понесет. Слушай, ты не стыдишься своего я, своей личности. Ты не стыдишься, что тебе нравится фотографировать. Ты не стыдишься, что ты рисуешь. Ты не стыдишься своей работы. Ты где-то там в банке или где-то еще. Ты не стыдишься. Ты приходишь домой и рассказываешь свои успехи. Слушайте, это нормально для личности. И это нормально для новой личности, которая живет в Боге, которая сокрыта. Не стыдиться, а выносить то, чем она живет. Выносить исцеление, выносить силу, выносить любовь, выносить славу, мир хотя бы. христианин, попал, чувак. Лучше бы ты сдох, как одному сказали, чем стал христианином. А он сдох, слушайте. Он сдох и стал христианином. Христианин, который гордится. Личность, которая имеет отношение. Слушайте, никакая теория людям не нужна. Никакая Евангелия вот написана до лампочки. Слушай, будь этой личностью, в которой живет Бог. Будь и делись тем, что ты имеешь. Царство, которое мир познать не может. Слушайте, я вам просто прикол расскажу. Восточные все медитации, все эти техники, начало магических искусств, вопрос слышания и открывания для духов, начинается с того, даже уровень, это тот, который погасил в себе внутренний диалог, который перестает общаться с собой, который как это в трансе, в покое, да, который пошел в нирвану, ёгнулся на всю голову, и он уже ходит такой в блаженстве. И этого достигают путем там медитации, да, упражнений, и это уровень считается, с которого, ну, то есть ты уже слышишь, ты уже просветленный, ты уже там прозрел, да, ты уже, короче, видишь, слышишь, ты можешь действовать, там что-то случается, ну, как минимум. А ходит Иисус по земле, до креста, до жертвы, просто говорит, мир свой даю вам, просто так, его не нужно зарабатывать, достигать, его не нужно выбаривать, просто бери, просто возьми мир. И вот с этого начинается царство. Мир, да, радость, потом правильность. И все, что мы там достигаем, смотрите, мир, бизнес, это все, да, что мы достигаем на самом-то деле? Полноты какой-то, какого-то раскрытия личности, какой-то гармонии, какой-то радости. В царстве есть радость, все. Уже нету смысла даже в этом мире дергаться, что-то достигать. Мы куда-то тянемся, да, а тут и вот этой закваской, понимаете, мир тянется до этого уровня, с которого начинается христианство, нормальное христианство начинается. Сколько медиумов, сколько этих астральных летчиков видели город, видели радость, видели свет, но они видели как бы там пропасть издалека. Они видели. Это уже уровни просветления, которые действительно могут что-то сделать. Они поняли вот эту крышу второго неба, вверх, что они могут достичь. Вот. все вот это доступно нашей этой натуре. Доступно открыться на духов, на проводников, которые тебя поведут. А ты здесь будешь крутиться. Пришел Иисус и говорит, вот это фундамент. И с этого начинай строить. Вот я, вот здесь царство. Начинай строить с того, до чего мир дотянуться не может, тянется всеми усилиями, всеми жемячками, всеми работами, всеми духовными практиками, всеми психологиями, философствованиями и всякой ерундой. Он тянется до вот этих простых вещей. Мир радост праведности. Это твой выбор. Это твое личное. Но если ты выбираешь пойти, я тебе говорю уже о ступене. Вот с этого начинай идти. Вы не от этого мира. Вы доминирующий элемент, как сказал мой любимый проповедник. вы здесь и вы даете то, что мир на самом деле хочет. Вы ходите, вы стаете тем, что мир с вожделением ищет. Почему толпы ходили? Да они искали этого на самом деле всю жизнь. И на все ищем. Мы все хотим быть богами. Присыл Иисус и боги и тачками. Во мне вы все боги. Вы все святые. Вы все праведные. Вы все стоите престолом. И закончить я хочу двумя вещами. Как сказал Павел, и я вам говорю, принесите жизни вашей в жертву живую. И пусть законы этого мира больше не руководят вам. И пусть разум ваш возродится и принесут обновление. И он говорил о том же процессе. Окей. Отдайтесь. Примите решение. Возродите. Вкусите. Почувствуйте. Пусть это родится. Пусть это начнет открываться. И вы абсолютно нормально, логично начнете мыслить царство. Начнете мыслить новой природы. Начнете мыслить новым. Это абсолютно нормальный процесс. И нету ничего сверхъестественного. Я говорю тем, кто готов и кто уже внутри принял это решение. Кто внутри уже сказал да, я пошел. я говорю сейчас только к этим. Я говорю сейчас тем, кто действительно трезво решили сделать этот шаг и вкусить закваски Божьей, которые повлияют на всю вашу жизнь. Не нужно каких-то эмоций. Не нужно я хочу, ты быстренько разочаруешься в этом. Не нужно каких-то там это круто, это не круто. Это изменит всю твою жизнь, это переколбасит всю твою судьбу. Это полностью тебя просто убьет. И тот, кто ты был, попрощайся прямо сейчас. Скажи себе прощай. А теперь пристеги ремни и просто внутри повтори маленькую коротенькую молитву. Это не я молюсь, это ты молишься. Я не буду за тебя делать ничего. Я свой шаг сделал и теперь стою. Во имя Иисуса Христа прямо сейчас я тебе прошу Дух Святой отсоедини меня от этого мира. Я сам сейчас ставлю межу и ставлю забор от всего мирского. Господь я даю тебе полное право распоряжаться моей жизнью, моей судьбой. Я даю полное право тебе приходить когда хочешь и делать все, что ты хочешь со мной. я отрекаюсь от всего, что дух этого мира вложил в меня. Я отрекаюсь от всего, что пришло ко мне по моему роду, начиная от Адама, заканчивая моими родителями. Я отрекаюсь от всех желаний этого мира. Я отрекаюсь от способа мышления, который принят в этом мире. то есть я отрекаюсь от самого себя, кем я был и кем я рос 20, 30, 40, неважно сколько лет, когда открылись мои глаза и когда я впервые понял папа, мама. Я теперь не завишу от никакого положения в этом мире. я не завишу от мнения тех, кто вокруг меня. Я дитя Бога. И это все, что мне нужно знать. Это точка, которую я ставлю на все. я дитя Бога. Я не являюсь тем, кем дьявол хотел меня видеть. Я являюсь тем, кем мой Отец Небесный хочет видеть меня сейчас. я заявляю, что с этого момента я отсоединен и больше не руководим страстями и похотями. Господь, я хочу видеть только то, что ты показываешь мне. Слышать только то, что ты говоришь мне. делать только то, что ты скажешь мне делать. Я объявляю на весь духовный мир и на мир физический. С этого момента я руководствуюсь духом моего Господа Иисуса Христа. И аминь, и аминь, и аминь на это. И слава Бог в ваших жизнях, в новых жизнях, и в этом новом пути. Аминь. Редактор субтитров